Маленько. Перебирая финансовые документы, он тяжело вздыхает. Обычный слесарь из Пензы Владимир Протасов теперь называет себя не иначе, как обанкротившимся миллионером. Правда, состояние почти в 42 миллиона рублей пенсионер нажить не успел. Сразу его лишился. Я неожиданно в телефоне смотрю вот этот минус, вот этот миллион-то. Все растерялись и не поймем, что делать. В тряске, я думаю. Владимир Протасов угодил в список должников Федеральной службы судебных приставов. Причем в число банкротов он, судя по решению орбитажного суда, занес себя якобы сам. Но процесс проходил не в Пензе, где живет пенсионер, а в Самаре. Как казалось, многомиллионный должник и злостный неплательщик. Полный тезка Владимира Протасова из Поволжья. У них даже даты рождения совпадают. Но расплачиваться приходится семье честного однофамильца. Нам не выплатить, не то что за свою жизнь, нашим правнукам даже не выплатить такую сумму. Тезка-должник заявил себе еще год назад. Тогда житель Пензы получил несколько штрафов из Самары за нарушение правил дорожного движения. Владимиру Протасову понадобилось 8 месяцев, чтобы доказать. Нарушитель не он, но вместе с письмами счастья теперь полетели и многомиллионные бандероли. Одинаковые имена и фамилии, будто отражение в зеркале. Современная техника порой не может различить людей, когда персональные данные совпадают. Этой ошибкой зачастую пользуются злостные неплательщики. По счетам приходится платить их двойникам, однофамильцам. Окраина Самары. Именно в этом многоэтажном доме должен жить должник-двойник Владимира Протасова. Но дверь в квартиру наглухо закрыта. По словам соседей, злостный неплательщик, тот самый Владимир Протасов номер 2, здесь давно не появлялся. Говорят, мог уехать, не вернув долги. Почему за них должен платить совершенно другой человек, мы решили выяснить в Федеральной службе судебных приставов по Самарской области и отправили запрос. Конкретно по этой ситуации нам так и не ответили. Но в Центральном аппарате считают, что избежать таких случаев возможно. Исключить подобные ситуации позволит действие федерального закона, который предусматривает введение дополнительных идентификаторов в исполнительные документы. Это такие как ННС, НИЛС, паспортные данные, номер водительского удостоверения или номер ПТС. Следствие Респензы Владимир Протасов уже попал в список должников-однофамильцев. Благодаря этому банк оперативно исправил ошибку и многобиллионный долг исчез. Но это не значит, что в следующий раз мужчина снова не получит чужой штраф. Владимир Протасов уже боится своего имени. Переживает, что из-за тезки может ошибочно лишиться не только денег, но и жилья. Кто знает, что самарский однофамилец решит заложить в счет погашения долга в следующий раз.